И всем привет, ребят! С вами Сырбаньки. Сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен нашим замечательным рейтингам. Давным-давно я уже не записывал видосов по ним, не рассказывал ничего интересного и не находил интереснейших игроков. Но сегодня это событие, можно сказать, случилось. Если вам нравятся видосы по рейтингам, обзор интересных каких-то профилей, аккаунтов и вообще вся эта темочка, связанная с рейтингами, то обязательно поддержите данный видос лайком и напишите в комментариях, что такая тематика вам интересна и вы бы хотели видеть ее на канале намного-намного чаще. Потому что, как я уже сказал, в последнее время я ее крайне-крайне редко записывал. Сегодня у нас есть аккаунт, про который я не мог не записать видос и не мог его не обсудить вместе с вами. Это один-единственный акт на видос, но зато какой. Ник его босс. И это первый игрок, который получил кризис xt на свой аккаунт. Благо он наконец-таки открыл свой профиль, потому что профиль у него был скрыт на протяжении всего того ивента, когда ребята боролись за кризис xt, когда я хотел в видосе как раз-таки рассмотреть его профиль. Но, может быть, это даже и к лучшему, потому что сейчас он открыт и можно записать полноценный обзор на его профиль и посмотреть, чем же он уникален. Вы видите уже то, что гс-очка у него 10 тысяч. Это правда, что с кризисом xt у нас гс-ка становится как раз-таки 10 тысячная. И у него дрон кризис xt, да. Все есть, все на месте. Это, ну, наверное, один из самых жестких донатеров в игру на сегодняшний день. Если не вспоминать кэш-аута, да. Кэш-аут это, конечно, вообще отдельная история. И там человек вложил безумнейшие большие деньги. Но я думаю, что данный игрок мог бы с ним посоревноваться. Мог бы быть где-то близко к нему. И факт того, что именно он забрал первый кризис xt уже говорит о очень многом. Более 60 тысяч звезд приобрел данный молодой человек на свой аккаунт, чтобы как раз-таки получить этот кризис. Будет очень интересно, сколько звезд купят, например, на следующий кризис xt. Сейчас там первого места около 6 тысяч, но все-таки времени еще довольно много, поэтому все еще может поменяться. Но в целом это очень жестко и если пробежаться по его профилю, то это сразу понятно, что игрок, который является именно любителем паркурного формата. И когда я захожу в профиль и вижу вот такое вот количество прожатых мин, а именно почти 13 миллионов, ну это уже говорит о многом. То есть это значит, что человек реально жестко тушит паркурчик, тишиночку и вжимает мины. Не знаю, за какой промежуток времени он сумел столько прожать, но цифра довольно внушающая. Если сравнить, например, кэш-аут, 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 как мне кэш-аута найти? Попробуем найти кэш-аута. Попробуем найти его профиль. Вот, если сравнить с кэш-аутом, кэш-аута 27, 27 миллионов. То есть, грубо говоря, в два раза больше, да, но кэш-аут уже, я так понимаю, что на протяжении тоже долгого периода времени даже в нашу игру не заходил. Хотя, я думаю, что как раз-таки он, как раз-таки он мог бы побороться за этот кризис экстишный. Но, видите, у человека появились какие-то другие интересы в жизни. И после достижения первого рейтинга в эффективности, я думаю, что он уже больше от этой игры, наверное, ничего не ходит. А может быть, просто времени нету и совсем скоро он вернется. Опять втушит жесткую грязь, заберет себе еще кризис экстишный, сделает 10 тысяч ГС. И тоже будет показывать, что все-таки, ну, донатеры на месте, донатеры жесткие на месте. Дальше, что из интересного еще есть на аккаунте у данного молодого человека. Ну, здесь, в принципе, по опыту, по режимам все закономерно, да. То есть, CTF, большое количество часов, не совсем большое количество набитого опыта, да. Все говорит о том, что это все та же тишина, паркур по резистам. Броненосец есть ли у этого молодого человека? Да, конечно, есть. Ну, и дефолтный кризис, я думаю, что у него тоже есть. Да, здесь, наверное, ну да. Здесь, как бы, ничего удивительного нет. Вот такой вот молодой человечек, который для меня лично очень неожиданно ворвался. Хотя многие ребята говорили, что это, ну, довольно, довольно, довольно такой значимый человек. Хотя я, честно говоря, до этого его, ну, особо нигде не видел, не встречал. Может быть, потому что я не интересуюсь паркуром и не обращаю внимания на тех игроков, которые играют там. Хотя, был один момент с этим никнеймом. Я помню, когда Виталий хотел себе такой никнейм и говорил, блин, вот это жесткий ник. Я бы себе тоже такой хотел бы. Но, как видите, такой ник занимает игрок, который, ну, по праву, наверное, считается боссом. Ведь на сегодняшний день из полученных как раз-таки честным путем кризисов XT, он первый игрок, который он у него есть. У которого он есть. И это, конечно, очень-очень жестко. Посмотрим, к чему приведут вообще эти кризисы XT. Будет ли потом возможность получить этот кризис в большом количестве? Да, то есть сейчас он разыгрывается только по одному. Да, и продолжится ли эта тенденция? Или что-то в этом плане поменяется? Будет очень интересно посмотреть. Если все так же будет по одному выдавать кризису, то это будет очень хорошо для именно этого игрока. Потому что, ну, как минимум, когда ты вкидываешь 60 тысяч звезд и забираешь первый, тебе хотелось бы, чтобы этот уникальный контент оставался уникальным. Да, а не то, что, например, там через пару месяцев кризис XT появится за последний уровень в каком-нибудь Хэллоуине. Да, в каком-нибудь там мини-игре. Это, конечно, будет, ну, немножко грустно для таких игроков, которые вкидывают такие бешеные деньги как раз-таки в приобретение таких, ну, я бы сказал, наверное, просто картинок. Просто картинок, да? Потому что, ну, по сути, это, ну, просто текстурка, которая никакого дополнительного преимущества игроку не дала. Уникальность, ну, и текстура. Пишите, что вы думаете по поводу этого молодого человека. Считаете ли вы его каким-то супер-мега-жёстким, особенным? Я точно считаю его таким, да. Да, ведь, ну, не каждый может закинуть на свой аккаунт 60 тысяч звёзд, да, и показать, кто тут батёчек и кто забирает такие предметы в нашей игре. В этом плане у него всё в порядке. У каждого есть свои интересы. Осуждать его, я думаю, что, ну, это такая-то тема, которой я точно никогда стараюсь не заниматься. Поэтому было бы очень интересно узнать вашу точку зрения по поводу этого молодого человека, по поводу его достижений уже новых в игре. Ну, и, конечно же, поддержите данный видос лайком, если вам нравится эта тема, если вы хотели бы видеть больше видосов по рейтингам, также не забывайте нажимать на колокольчик и подписываться на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Если вдруг у вас какие-то колокольчики не приходят, то в описании есть ссылочка на наш дискорд-сервер. Как раз-таки на нашем дискорд-сервере все оповещения о стримах и видеороликах выходят, поэтому если вы ещё не сидите там, не знаете, что есть такая темка, то можете, конечно же, туда перейти. Ну, и, конечно же, также не забывайте про как раз-таки тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кема личный, так это так, темп, и установить его, поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов, прямо сейчас этот розыгрыш проходит в нашей игре, и если у вас есть интерес, то обязательно залетайте и участвуйте. У меня, друзья, на этом всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!